какой необычный голодовод и друзья я бы хотел на на видосик сейчас запилить такой личный можно сказать блок на тему выбора следующего мотоцикла в общем неделю я на этом вот аппарате катаюсь этот и макс двадцатого года обзор наверное уже был на канале наверно уже видели его может быть он будет после этого видоса пока я не решил как это обыграть но блин мотик супер классный короче говоря очень мне понравился и в очередной раз поднял для меня тему выбора следующего мотоцикла вернее как следующего не следующего 2 мотоцикла потому что фазер я продавать и менять не собираюсь пока ну это макс не сможет его заменить любом случае а вот вторым мотоциклом взять ты скутер самое то по моему самое то я значит о чем думал последнее время думал взять второй мотоцикл что-то небыстрое чтобы просто типа в городе круизировать таскать и блин не торопясь ездить в общем там по центру где-то спальных районах ну короче без спешки просто ездить и получать удовольствие от езды думал взять что-то типа sr-400 что-то такое не быстро может даже крузер типа харли какого спостера там ну самый такой обычный 883 вот что или там в vt 750 что-нибудь такое тоже крузер только от honda средний куба даже можно сказать мало кубатурный что-то маленькая компактная с небольшим движком но что-то блин что было не ну что было интересно фишка какая-то была в общем нем потому что брать блин я ну могу взять могу взять допустим себе 400 по сути да но в чем смысл брать себе 400 когда у меня есть фазер почти то же самое только во всем лучше типов какая-то фишка должна быть что-то должно отличать его от моего мотоцикла основного и вот блин катаясь на этом чудо аппарате я подумал блин а почему бы не взять макси скутер по сути как раз для круизирования все что надо все есть у него для неспешного но при этом блин новая сам будет the max какой-нибудь то у него еще и мощность есть то есть лохом себя на дороге чувствовать не будешь соответственно фишки по сравнению с моим мотоциклом тут ну мы их очень много и они очень существенные это естественно полный обтекатель как бы полная защита можно сказать от атмосферных явлений ну естественно в рамках того что может вообще предоставить мотоцикл то есть конечно это не автомобильный комфорт понятное дело все равно в дождь на нем ну наверное желательно не ездить но блин какую-то защиту он предоставляет все-таки стекло опять же большое и здесь она еще вообще вот выезжает и остановится просто огромным его еще наверно можешь заменить на еще более большое потом вариатор сам по себе то есть блин не надо думать о передачах про ну короче этот вот мопед на себя вообще обращает минимум внимания то есть ты едешь у у тебя простейшее управление блин газ и тормоз по сути все больше ни о чем не думаешь и как-то проще жить от этого становится вот а мотоциклиста типа здорово мотоциклиста типа постоянно думаешь конечно мотоцикле о сцеплении о коробке там опрочем правда братан вот а тут как-то попроще и даже в плане безопасности получше и для неспешной езды хорошо потому что одна передача потому что на фазе неспешно ездить сложно потому что блин первая достаточно резкая ага первая достаточно резкая все равно и при этом она очень длинная 2 уже длинная блин и хз и все резкие короче ну неспешно ездить на нем сложно движок постоянно греется постоянно включается вентилятор как бы мне неприятно например что это происходит вот то есть мотоцикл не для неспешной езды а то очевидно потому что движок от r1 база от r1 от супер спарта вот она скутере ты ешь чилишь блин не торопясь можешь любой скоростью ехать и не обламываться там на маленькой скорости то есть ну блин вообще максимально удобно еще на мотоцикле соответственно постоянно сцепление надо выжимать а когда низкая совсем скорость вот ты не можешь ехать допустим со скоростью там но я не знаю там 20 наверное километров в час просто на передаче потому что он будет дергаться у тебя как сумасшедший блин от любого минимального просто движение кистью руки как бы немного не то плюс тут он узенький от скутера центр тяжести низкая хоть он и сам длинный но радиус поворота руля очень большой и маневрировать на низкой скорости очень комфортно плюс конкретно тут еще есть круиз-контроль вообще зашибись блин не надо руки напрягать как бы самое то вот очень удобно но соответственно если сейчас я буду брать ближайшее там какое-то время скутер то скорее всего я ну мне просто не хватит денег на что-то вот такое вот солидно серьезная да потому что на эти аппараты нужно ну примерно 500 плюс 1000 а так посмотрел рынок либо т-макс вот видите я ни о чем не думаю просто блин нажал на тормоз и все не сцепление не надо выжимать ничего ну то есть плане безопасность плюс тут еще и abs есть то есть я вообще не думая нажал на тормоз сейчас если бы было какое-то покрытие то есть скользко там дождь там и так далее да я бы все равно также нажал на тормоз и все ну то есть вот такие мысли и плюс вообще между рядов я сейчас еду не напрягаясь как вы видите лавирую в потоке очень просто на нем ехать очень просто и он сам легенький как бы хотя этот весит 220 в принципе не очень легко но мой мод весит 260 так что в любом случае от легче намного о чем я говорил а и ну да вот сейчас мне на такие аппараты денег не хватит если он убрал бы и в ближайшее время надо тысяч пятьсот наверное чтобы взять тимакс а вот этого вернее предыдущего поколения который с четырнадцатого года потому что этот меня прям понравился я наверное если бы тимакс брать я бы брал его усмотреть чё за тачка офигеть круто и бмв тоже я собрать там от 650 gt до который типа конкурент тимаксу ближайший я так понимаю он тоже стоит но больших денег с сузуки кстати бургман вот не посмотрел сейчас наверное он подешевле стоит можно взять его подешевле наверно но в любом случае короче говоря вот на такие аппараты типа это макс и бургмана мне не хватит сейчас денег и как бы все фишки которые есть тут он у меня их не будет то есть бесключевой доступ который очень полезная функция блин респект блин обогрев сиденья допустим не будет обогрев руля то по-любому будет даже с его нету то можно поставить дополнительно потом чё еще но стекло выезжать вроде у всех выезжают у бургманов она вроде с лохматых годов с лохматых годов выезжают ну короче блин кое-каких фишек все равно не будет но окей как бы готов мириться с этим самое главное что но основные фишки скутера там по-любому будут это вариатор и вариатор и чё еще то ну и пластик пластиковые привет ветрозащита грязь защита и как бы это мне и нужно чисто круизировать в городе самое то как какой-то такой расклад в общем думаю вот на надо этим мать раз ускорился все не надо думать о передаче расцепление просто газ открыла и поехал мы блин это удобно все таки это удобно как бы да понятно что души нет ну это понятно хотя бы конкретно этом аппарате именно маневрировать удобно приятно у него ну практически как у мотоцикла управляемость и ездить на нем все равно приятно но конечно да это не тоже не то что мотоцикл не тоже самое смотреть какой эффектный способ тонировку сделать короче колхозная тонировка мотайте на ус владельца приор вот за это штрафовать наверно не будут хотя я не уверен как то так то есть друзья не то что чтобы я думал переметнуться в скутеристы но по большому счету очень заманчиво и мне всегда нравились нравилось на скутерах ездить у у меня был у самого скутер 50 кубовый ямаха грандаксис 50 но он достаточно большой для для полтоса был но принципе обычный полтос вот на макс скутерах ездил тоже неоднократно ну скутера мне нравится что-то в них есть что-то в них есть я говорю в любом случае наверное это лучше чем брать вторым мотоциклом что-то ну практически как как первый мотоцикл только там более медленно допустим вот раз просто открыл газ и поехал я не знаю мне нравится мне приятно ну то есть вот о чем я говорю ты подъезжаешь к светофору такой типа и останавливаться он раз и на зеленый переключаются у тебя повышенная передача ты такой переключаешься вниз а вниз на пусть на фазе переключаться не всегда получается успешно и быстро а на скутере ты подъезжаешь любой там снижение или увеличение скорости это раз просто газ открыл и попер дальше вот о чем я говорю сну другие ощущения совсем как другие ощущения чем от мотоцикла хочу вот на бмв еще поездить на 650 посмотреть что там мне вот один человек вот прям сказал что-то тот получше он как бы ездила на этом и на том и говорит тот получше сам не ездил соответственно хочу проверить это но там тоже были всяких фишек на воротах еще побольше чем здесь вроде как он быстрее потому что там на на 13 лошадей получается быстрее ой вернее больше чем здесь там 60 здесь 47 и объем там больше на 110 кубов 650 против 560 вернее на 90 кубов плохо посчитал как-то так и блин я говорю вот чисто крузировать городе самое то на макси скутере гораздо лучше чем на том же ср-400 который я раньше считал идеальным мотоциклом для этого здесь еще круче как бы еще проще еще комфортнее еще приятнее плюс мне иногда знаете нужен просто транспорт нужен потому что иногда на фазере блин ну расход все-таки блин жалко жалко деньги отдавать ни за что например иногда у меня просто ну нужно куда съесть и нет настроения ехать быстро то есть наоборот есть настроение по слову почте и были а у меня только фазер соответственно только на фазере могу проеду вот видите уважают скутеристов уважают соответственно в таких такие моменты мне бы прям пригодился макси скутер сел поехал еще знаете когда помимо он очень бы пригодился спасибо он очень бы пригодил видите в силу ступают что-то в этой поездке очень бы пригодился в зимние 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 весенний период к нам такой полу межсезонье не знаю как назвать когда типа холодно когда там снег еще имеется на дорогах вот в такой период прям самое то бы тоже было потому что безопаснее потому что комфортнее потому что теплее банально вот такой расклад потому что на мотоциклу на моем мотоцикле блин когда скользко на дорогах или там вообще лед лежит но нереально ездить моментально заносит моментально блокируются колеса на торможении вот а здесь кстати еще и traction control есть хотя он ну по большому счету на не очень уж нужен на скутерах но кто знает может и он тоже пригодится в общем вот такие мысли это просто видео рассуждение это чисто рассуждение вот видите раз нажал газ попер удобно удобно блин сам это раз тормоз кстати два тормоза расположена ну как сказать удачнее чем на мотоцикле получается потому что потому что задний тормоз на мотоцикле не всегда удобно нажимать а здесь у тебя всегда руки на руле у меня еще всегда два пальца на руле и ну вообще то есть раз нажал там случай какой-то экстренная ситуация вы сейчас видели одну из них нажал просто и все единственное что блин ну вот теперь у меня вообще дилемма получается получается дилемма потому что мне прям очень сильно понравился тимакс но блин тимакс вот в таком вот такие в такой комплектации и свежие хорошие он блин стоит очень дорого типа но я говорю ну 500 может 400 и сейчас вторым мотоциклом я это не потянул ближайшее время купить вот можно было бы конечно у меня даже промелькнул идея заменить файзер на тимакс но тогда уже на совсем свежий хороший типа вот этого вернее этого предыдущего поколения опять же с 14 года либо на бмв бмв как ни странно дешевле чем тимакс возможно тогда более рационально именно бмв купить но надо сначала на нем поездить будет сначала поездить потому что у него ну маятник сзади совсем по-другому устроен как бы здесь меня вот управляемость порадовала а там как она себя будет вести я не знаю поэтому сначала надо проехать но в общем даже такая идея промелькнул но это конечно безумие совершенно и скорее всего нет скорее всего нет скорее всего надо взять просто вторым мотоциклом макси скутер какой-нибудь пускай дешевый может даже блин рассмотреть совсем дешевые варианты типа сима хотя он не даст той управляемости или может быть рассмотреть тогда старые тимаксы типа которые с цепью сзади с цепью защитном кожухе может быть рассмотреть их тогда вроде как говорят я так почитал я просто но особо не вникал в тему вроде как говорят они даже лучше в каком-то плане чем ременные с 14 года кто-то вообще пишу самый лучший это с 8 по 11 годам не знаю надо изучать вопрос в общем будет надо будет попросить кого-нибудь покататься в общем в общем вот так друзья такие рассуждения пишите ваши мысли все еще процессе размышлений у меня только на этой стадии только пока думаю и все по сути все друзья всем поехала кстати сдавать мотоцикл все друзья всем удачи всем респект друзья а я рассказывал в каком сервисе уже давно обслуживаю свои мотоциклы эльф мото они открыты и ждут вас делают хорошо за свою работу отвечают мастера опытные помещения просторные есть все необходимое оборудование и прибора недавно в эльф мото обновилась диагностическое оборудование теперь на вооружении профессиональная компьютерная диагностика текса также в эльф мото всегда можно пройти обучение по ремонту и обслуживанию мотоцикла при обращении скажите что пришли с моего канала и вам сделают скидку ссылка на сайт эльф мото инстаграм и другие сети под видео